История о персонаже. Энергичная и веселая Эмбер. Так, ща. Лучший и единственный скаут Орда Фавониус. История. Поехали. Эмбер лучший скаут Орда Фавониус. В эпоху, когда скауты уже особо никому не нужны, она продолжает безупречно выполнять свои обязанности. После нескольких часов общения с Эмбер, вы чувствуете, что словно вы дружите с ней всю вечность. Всю жизнь. Вершины гор, глубина озер или столик в хорошем охотнике, везде можно обнаружить следы этого неугомонного исследователя в красном. Ни одна подозрительная личность не останется незамеченной. С самого детства Эмбер проявляла бесконечную активность и оптимизм. В основном избыточная бойкость помогала ей быть ловкой, как ветер, и преодолевать все препятствия на своем пути. Но иногда этот избыток энергии превращал ее в настоящую нарушительницу спокойствия. Все детство от маленькой Эмбер были одни проблемы. Как от Кли. Как-то раз она уронила птичье гнездо на голову своего дедушки, пытаясь украсть яйца. В другой раз она подожгла листья дендрослайма, который потом полдня метался по лагерю охотников, наводя там беспорядок. Но каким-то чудом Эмбер всегда удавалось скрыться при первых признаках опасности. Даже первоклассные скауты Орда Фавониус не могли догнать ее. После каждого инцидента дедушке Эмбер приходилось извиняться за поведение своей внучки. И каждый раз Эмбер только высовывала язык. Но ей пришлось узнать значение слова ответственность, когда ее дедушка покинул Орда Фавониус. Вот так вот. Эмбер надо прочитать, где впервые с ней встречаемся. Ну, не обязательно. В любом случае, в Монштадте. Так что звонили мошенники, хотела поугарать, но не успела взять трубку. А на ней сбрасывают иногда, да. Есть такое. Мерзкие твари. Эти мошенники. Дедушка Эмбер был командиром группы наемников из Льюэ, которым было поручено охранять торговый караван, идущий через 200 и ватт. По дороге мимо Монштадт на конвой напали монстры. Спасенный лекарем Орда Фавониус, дедушка Эмбер оказался единственным выжившим. Решив расплатиться за свое спасение и испугавшись возвращаться домой после провальной миссии, он вступил в ряды Ордена. Командиром группы... Так она частично из Льюэ получается. Она не Монштадтская. Так, где моя музыка? Монштадт. Давай мне веселую музыку. Монштадтских... Монштадтского рынка. О, поехали. Все детство... Так, это мы прочитали. Решив расплатиться за свое спасение и испугавшись возвращаться домой, вступил в ряды Ордена. Именно он стал основателем отряда скаутов Орда Фавониус и обучил лично каждого из них. Вдали от дома в чужой стране он повстречал свою любовь и завел семью. Много лет спустя в этой семье родилась Эмбер. Он также тренировал скаутов, пока Эмбер наблюдала за ними. Она забиралась на верхушки деревьев, чтобы посмотреть, как тренируются скауты, и на заднем дворе ночью сама повторяла то, что видела. Когда ее дедушка узнал об этом, он решил научить любопытную и сообразительную Эмбер всему, что знал. Монштадт принял меня, и я решил защищать свой новый дом. Может быть, однажды ты унаследуешь этот долг ответственности? Может быть. Маленькая Эмбер не осознавала веса дедушкиных слов, но все же внимательно его слушала. Почувствовав грубую ладонь дедушки, поглаживающую ее волосы, она энергично закивала. То есть, еще ее дед основал скаутов, но сейчас она единственный скаут. Кажется, F. Однажды, четыре года назад, Эмбер изменилась. Ее дедушка оставил свой значок и меч в своем кабинете и исчез, не оставив ни письма, ни записки. С самого основания отряда скауты во всем полагались на его лидерство. Без своего лидера эффективность отряда сильно пострадала. После нескольких безрезультатных операций отряд скаутов постепенно убрали в запас. Скауты все еще существуют как отдельная часть орда Фавониус, но только номинально. Старшие члены отряда либо переводились в другие отряды, либо ушли в отставку. В конце концов, у скаутов не хватало людей даже для регулярных патрулей. Кроме того, среди рыцарей начали ходить слухи о том, что ее дедушка был предателем и дезертировал. Это тоже поспособствовало снижению популярности скаутов среди других рыцарей Ордена. Эмбер, совсем недавно ставшая скаутом, прошла через все это лично. Распад ее отряда заставил ее почувствовать себя обиженной и потерянной. Эмбер уже не была той наивной и беззаботной девочкой, что с широко раскрытыми глазами слушала указы дедушки. Она приняла решение стать примерным скаутом для всех, скаутом которым бы он гордился. Хотя Эмбер и не обладала должной дисциплиной и зрелостью, ей вполне хватало мужества и уверенности в себе, чтобы достичь своей цели. Но больше всего она хотела продолжить дело дедушки и стать верной защитницей своего родного города Манштадта. Вот так вот. Сейчас, минутку. Человекам баны нужны. Угу. До свидания. Дальше. Жизнь в Ворду Фавониус не была легкой для Эмбер. Из-за ее юного возраста и травмы от потери дедушки, другие рыцари пытались взять ее под свою опеку. Однако для девушки, отчаянно жаждущей быть признанной, забота означала, что она недостаточно взрослая, чтобы быть самостоятельной. Поэтому она подвергала себя большему стрессу и брала на себя больше обязанностей, чем требовалась для выполнения работы скаута. Наконец, после некоторой схватки с монстрами, остальные рыцари Ордена стали свидетелями храбрости и находчивости Эмбер. В этот момент они поняли, что озорная маленькая девочка уже стала совсем взрослой. И может постоять за себя. Со временем Эмбер стала проще принимать себя. Ее ответ на комментарии других рыцарей, будь то молчание, забота или насмешки, всегда был одним и тем же. Мне все еще предстоит пройти долгий путь, но я обязательно стану лучшим скаутом Орда Фавониус. Она всегда без колебаний говорит то, что думает. И она искренне верит в то, что не разочарует своего дедушку. История пятая. Эмбер остается все той же девушкой, пылающей бесконечной страстью и оптимизмом. Предоставленная самой себе и обученная своим дедушкой, она оберегает Манштад своим зорким взглядом, ловкими руками и воздушным планером. Все знают алого рыцаря Манштадта, люди счастливы видеть, как некогда озорная маленькая Эмбер стала оберегающим город стражем, на которого всегда можно положиться. Не беспокойтесь, ведь с вами я, скаут Эмбер. Ее гордость не знает границ. Я, скаут Эмбер, единственный и, следовательно, лучший скаут в Орда Фавониус. Вот так вот. Так что, Эмбер восемь? Плюс восемь? Нет. Да вроде нет. Она довольно взрослая. Кротген, привет. Здорово. Которая не давала деду спокойно жить, теперь идентифицирую себя как Эмбер. Ни в них приключений, Эмбер. Не имеет привычки вести дневник каждый день, она записывает в него только самые яркие и запоминающиеся события. Я наконец-то поймала волшебную птицу, ее зовут Рами. Что-то я уже забыла. Я гонялась за ней целых три дня. Только сегодня смогла спокойно сесть за стол. Эта волшебная птица очень хитрая. Она находила самую густую листву в лесу и пряталась в ней. Но я не сдавалась, командир Джин даже разрешила мне оставить перышко на память. Хе-хе, я буду носить его с собой каждый день. Где? Вот это? Вот это? Угу. Привет, Варзай. Смотрите, пирог какое-то у нее висит на... ...глазе бога. Какая-то жар птица, видимо. Я готовила по рецепту слово в слово, жарила мясо ровно 6 минут. Почему оно подгорело снаружи, а внутри осталось сырым? Может, я огонь неправильно регулирую? Но мне все равно очень хочется есть, поэтому я завтра попробую еще раз. Завтра? Так ты же сегодня есть хочешь? Когда-нибудь у меня получится приготовить самый вкусный стейк, и я назову его стейк скаута чемпиона. Сегодня мы ими постречались очень странные чужеземцы. Эмбер думала, что она поймет, почему ее дедушка покинул Манштадт, если примет его пост. Но даже официально приняв должность скаута Орда Фавониоса, она ни на шаг не приблизилась к разгадке тайны его безмолвного ухода. Ничего ей не оставив, дедушка Эмбер указал на то, что ей придется идти своим путем. Она не знала, что делать, пока не нашла старую книгу со сказками, в которой она впоследствии стала дорожить. Тебе нужен был не ветер, а смелость. Смелость позволила первой птице подняться в небо. Эмбер поняла, что ей не следует ждать указаний. Она должна быть, как те смелые птицы, расправить свои крылья и взлететь в голубое небо. Должно быть что-то такое, что могу сделать только я, должно же быть. Как только она это осознала, на ее поясе ярко засиял глаз бога. Вот так вот решимостью девочка заслужила свой глаз бога. Прикольно. Нормально, нормально. Эмбер из дебест. Фанмо, спасибо за рисав. Спасибо большое за рисавчик. Поспавим тебе любви для фанмоба. Чач. Чач. Боги хотели, чтобы она наконец перестала делать эти ужасные стейки. И поэтому дали ей огненный глаз бога, чтобы она поджаривала стейки на своем собственном огне. Привет. Скаут Эмбер готова к службе. Найдите меня, если вам понадобится помощь. Утенчик такая громкая. Тейсад скищи. Вот как скаут переводится. Боже, какая она громкая. Сан Дзё получается готова к службе. Ясно, понял. Понял, почему она эту фразу говорит, когда ее в пачку берешь. Увлечение хочется пробежаться. Блин, я бы тоже побегал, но у меня коленка больная. Сегодня на дорожке так походил только чуть-чуть. Джин расстроится, если увидит, что мы валяем дурака. Смотрите, что это там. Пойдем проверим. Когда идет дождь, тревога. А, вот что она говорит. Это АФК фразочка. Она что-то говорит про свое тело. Фраза довольно большая. Там фигурирует слово «корода». Типа, ну, наверное, хочется ей тело размять. Да, побегать чуть-чуть. А не просто хочется пробежаться. Когда идет дождь. О, нет, пошел дождь. Теперь моя форма вся промокнет. О, май. Снова пошел дождь. Наша видимость уменьшится. Мы должны быть на чеку. Напоминание. После дождя такая погода классная. Когда светит солнце. Если бы только ветер был немного сильнее. А дает ветер удовлетворение. Мессирок такой приятный. Отдых. Мне нравится такая погода. Так расслабляет. Какая же эмбер громкая же. Старость нерадостей, это да. Доброе утро. Хочешь пойти на утреннюю пробежку вместе? Можем пообедать вместе с тобой. Подгоревшими стейками. Я на самом деле люблю, чтобы такое прям пережаренное мясо было. Иногда это очень даже вкусно получается. Поэтому мне сейчас так нравится мясо в виде... Ну, в коптильне, которое делают в Питере как раз. Ресторан Смок Барбекю в Москве тоже есть. У них такая корочка подгоревшая всегда. Ну, как она уж коптится. Какое вкусненькое. Темнеет, мне зажечь факел. Спокойной ночи. Правильно. Ну, отдых очень важен. Встретимся завтра здесь же. Пока. Полетов. Чемпион Дакара. Да, это я. Стревнования. Запомни, что я не уступлю победу даже тебе. Побыстрее бы уже ее сюжет был. С манштадтскими этими. Фестиваль полетов. Ну, там фестиваль будет. Там, в принципе, фейерверков будет фестиваль. Фестиваль фейерверков, по-моему. Ну, и полеты тоже будут. Скорее всего, в это же время соревнования. Когда я учу тебя летать, сама чувствую, что могу лететь еще быстрее. Что? Почему ты смеешься? Я докажу это. Давай наперегонки прямо сейчас. Блин, вы не поверите, но мне сейчас вспомнился наш ивент с полетами. Летное испытание. Он же был так давно. Был же два месяца назад почти. Офигеть. Снаружи бесконечная страсть и оптимизм. А внутри может глубочайшая депрессия и переживания за неудачи равно, когда всегда одна и окружающие не признают всерьез. Просто она еще не сломалась. Но это уже R+. Не, ну это, конечно, правда. Типа, она очень сверх оптимистичная. Когда-нибудь в ее сюжете может произойти что-нибудь еще более грустное, чем уход ее девушки, девушки, дедушки. И вот это все. Да нет, признают же наоборот. Все знают, что она лучший скаут, так что ее все любят в Манштадте. Так, летать. Сама чувствую, что могу лететь еще быстрее. Глаз Бога. Мы Глаз Бога. Это знак того, что архонты верят в меня. Да, я должна стать лучшим скаутом. Давай поделимся. Вид с башен собора просто великолепный. Тебе обязательно надо туда подняться. Уже давно. Там все судаки собраны. Смотри, это голубя. Эх, я бы хотел летать вместе с ними. А я хотел бы пожарить курочку. В меду. Помощь Джин. После того, как магистр ордена отправился в экспедицию, все дела ордена, большие и маленькие, легли на плечи Джин. Я так хочу ей помочь. Забота о Джин. Джин все еще работает. Нам следует пригласить ее на кофе. Пошли. Клохи. Истории. Лиза. Мы должны заглянуть к Лизе, когда выдастся свободная минутка. Когда мы виделись в последний раз, она рассказывала историю о сокровище на драконьем хребте. Но тогда ее отвлекли, и она не смогла закончить. Не могу дождаться услышать конец этой истории. Кажется, уже услышали. Карада, это еще как здоровье переводится вроде, да? Ну, я точно знаю, что как тело, а вот здоровье. Надо когда-нибудь научить японский, это классно. Восторг о Лизе. Если Лизе не спит, то она читает. Не понимаю, как ей это удается? Я бы не смогла сидеть так долго и не шевелиться. Я тоже. Читать так скучно. А Кэя, у меня странное предчувствие. Ты недавно общался с Кэю? Он не досаждал тебя? Смутьян Кэя. С одуванчиками в саду что-то не так. Я уверен, что Кэя имеет к этому какое-то отношение. Кэй, кто Беннет? Кажется, я уже слышал это имя. Ах, точно, это тот непоседливый парень из гильдии Искателей Приключений. Я иногда натыкаюсь на него в своих патрулях. Кажется, он очень любит искать сокровища. Адекватно на русский сложно перевести, потому что там формулировка, что-то типа хочется немного подвигаться, ну, размяться. Ну, так можно же, там же большая фраза. А тут давай побегаем просто. Беннет лучший мальчик, да. Кли. Иногда она бывает капризной, но все ворда Фавониус ее обожают. Но все же, мне нужно следить за ней, иначе Джин снова посадит ее под замок. Бальбеда. Все свое время Альбеда проводят в своей мастерской, копаясь в своем крутом оборудовании. Но при разговоре с ним никогда не понятно, о чем он думает. Кто знает, что творится у него в голове. Анаэль. Хочешь спросить, Анаэль? Она очень-очень сильная, но все же она младше нас. Поэтому нам нужно заботиться о ней. О, как. О, как. Узнать побольше об Эмбер 1. А ты знал, что я профессиональный охотник? Давай, покажу тебе, что умею. Может, тут что-то строим состязание? Я знаю, как хорошо охотится Сен Лин. Как хорошо. Вообще-то, профессиональный охотник гонюй. Ха-ха. В смысле, по званию? Нет, наверное, по возрасту имею в виду. Хико-чампион до кора. А теперь я расскажу тебе самый главный секрет чемпиона полетов. Самое главное, это быть храбрым и не бояться делать шаг вперед. Кстати, в ее квесте же это было как раз. У меня не получается решить загадки. Во время Луди Гарпастума я всегда обхожу сцену с загадками стороной. А ты любишь загадки? Вот этот вот Луди Гарпастум, это некий фестиваль, на котором будут и фейерверки, видимо, и полеты, и загадки. Кстати, я только сейчас понял, как раскрыли храбрость Эмбер в ее квесте. Когда она прыгнула в неизбежное, в подземелье, в бездну, и полетела, и там были ветряные потоки. Типа вот, насколько сильно раскрыли то нас, ну вот, какая уверенная она и храбрая. Они же прям вот, первый основной квест персонажа, он и призван для того, чтобы раскрыть его. Но вот только через сюжет как-то больше... Больше заметно вот это вот... Заметные все ее черты. Про какой квест? Летный квест. Я вступила в World of Alonius из-за моего дедушки и осталась из-за джин. И теперь ты показываешь мне мир за пределами Манштадта, я так счастлива. Там, где мы за похитителем сокровищ, по-моему, угонялись каким-то. Вот, и мы за ним, типа, полетели. Хочу видеть другие миры, хочу знать, насколько велика вселенная. Ты же будешь со мной, да? Будем, будем, Эмбер, будем, будем. Хобби Эмбер. Баронзайчик, смотрите, какой сегодня безупречный день. Блин, я тут задумался, надо Эмбер на основе прокачать. У меня же Лукамоса есть. Надо за нее пострелять. Когда они ЕДСУ, можно перевести, как полезно для здоровья. Ммм, понял. Понял. Ну, неважно. Баронзайчик, смотрите, какой сегодня безупречный день хобби. Беспокойство. А ты знаешь, как печь вкусные лунные пироги? Да, лунные пирожки мы умеем печь. Любимая еда джин готовит невероятно вкусный кофе. Тебе обязательно стоит его попробовать. Нелюбимая еда? Я могу вытерпеть все, что угодно, но только не сок из волчьих крюков. Фу. Ну, звучит мерзко, кстати. Наверное, не знаю. Да, быстро, а как ветер. Растание на такой скорости никто не сможет меня обогнать. И кульминация. Небеса над Матштатом стали меньше. Или это мой взгляд стал видеть дальше? Но это прочитать не можем. И давайте еще раз уж Эмбер. Лук Фавония. Он у нас пробужден как раз на максимум. Я не помню вообще сюжет оружия. На сюжет оружия же влияет вроде бы его пробуждение. Да, давайте прочитаем. Изогнутый лук, находящийся на вооружении рысарей орда Фавониус, выдается только лучшим лучником, давно находящимся на службе у ордена. Искусственно вырезанная дубовая рама обеспечивает превосходную прочность, а дополнительные металлические вставки облегчают его использование. Тетива заговорена тайными алхимическими и волшебными заговорами, которые обеспечивают защиту пальцев лучника. Этот лук служит наградой для достойных стражей Манштата и прекрасным инструментом, с помощью которого они могут продолжать нести свою службу. А вы все обсирали его в начале, да? Ну я тоже, наверное. Когда только-только вот все начали играть, никто Фавонии не любил. Сейчас-то все понимают, насколько Фавонии полезны, особенно в 11-й бездне, да? Совсем недавно в состав орда Фавониус входил отряд опытных скаутов-лучников. Этот отряд был основан лидером наемников из Лиюя. Аха! Не зря я почитал лук Фавония. Он передал весь свой жизненный опыт скаутам, которых сам и тренировал. Приобретенные ими навыки слежки, наряду со способностью предчувствовать опасность, были уникальными среди всех рыцарей Ордена. Поэтому отряд скаутов был очень ценной и уважаемой частью орда Фавониус. Продолжение истории Эмбер, по сути. И ее дедушки. Это продолжалось до тех пор, пока сам основатель отряда по неизвестным причинам не покинул Орден. С того дня отряд скаутов стал всего лишь призраком своей былой славы. Они быстро потеряли свое положение в Ордене, оставив за собой лишь название. Тем не менее, все еще остались те, кто неустанно работает ради сохранения чести некогда уважаемой части Ордов Орденеус. Наша Эмбер. Класс. Класс. Ну такой интересненький сюжет. Все-таки Эмбер классная. Такая прям целеустремленная девочка. Это важно. Продолжение следует...